Девушки отдыхают В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в одном из районов Тверской области задержан местный житель, уроженец одной из центрально-азиатских республик, предпринимавший попытки перевода денежных средств на нужды террористической организации. В результате расследования уголовного дела собрано неопровержимые доказательства причастности фигуранта к инкриминируемому преступлению, которые суд счел достаточными для постановления обвинительного приговора. Коллегии 2-го Западного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Решением апелляционного военного суда города Москвы приговор вступил в законную силу. Днем 22 мая на станции Поварова-1 в Подмосковье загорелась электричка, следующая в Тверь. По сообщению Московской Тверской пассажирской компании, возгорание произошло в крышевом оборудовании между 8 и 9 вагонами. По данным МЧС России, сгорело два вагона. Огонь распространился на 140 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались 8 человек. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается. Из-за происшествия движение скорых и электропоездов было задержано. Около половины восьмого вечера 22 мая в поселке Химинститут автомобиль Део Матис сбил 4-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. С места аварии ребенок доставлен в больницу. Вечером 22 мая на проспекте Чайковского мотоцикл «Хонда» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомашиной БМВ, которая двигалась на разрешающий сигнал. Пострадал мотоциклист, мужчина 98-го года рождения, и женщина, управлявшая иномаркой. Оба доставлены в больницу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...